Себя на районе такого классного парня нашла. Господи, куда ты лезешь? Так, я тебя запомнила, я с тобой работать не буду. Что приезжала какая-то курица, которая там глупые вопросы задавала. Я лучше бесплатно сделаю свою работу и выпущу ее в космос, в фейсбук. Ты еще фрилансер, он тебе вот, типа, получил свои там 25 баксов и вали. Я раньше, наверное, очень хотела в штат вообще. Ну, то есть вообще все началось как бы с того, что я закончила факультет информационных технологий робототехники. Моя жизнь могла хорошо сложиться. Но мне нравилась фотография, ну, и еще как бы все время КВН, какие-то там придумывания, какие-то ролики, вещи. Ну, наверное, я вот сейчас встречаю иногда своих одногруппников, там, крутых программистов. И вот почему-то им всегда было понятно, что это вот все не мое, и что я буду чем-то другим заниматься. Мне до конца не было понятно. Я хорошо училась, но мне никогда не нравилось там искать баги, там, еще что-нибудь. Ну, то есть мне, наверное, нравилась физика, математика, структурированность. Но вот именно там программирование, как там писать код, нет, мне это не очень нравилось. Дизайн, да, наверное, ну, вот. Вот, и я как-то вот увлеклась фотографией, да, то есть после нудистского пляжа съездила когда-то в Симеист. Там что-то я фотографировала, ну, не голых людей, но просто. И там какой-то дядечка ко мне, якобы, фотограф подошел, он начал что-то мне про золотое сечение втирать, вот, еще что-то. Ну, как-то, короче, я поняла, что надо, наверное, не просто на кнопочку нажимать, а надо, наверное, что-то в этом деле уже понимать. Ну, постепенно как-то так получилось, что я начала все больше чем-то интересоваться, ходила на какие-то портретные курсы. Вот да, мне, кстати, с самого начала были интересны именно портреты и люди. И после университета я такая ушла от распределения, ну, тогда в тот момент была лазейка, и я устроилась первым мое место работы, я снимала выпускные альбомы. Да, ну, я набивала руку, я работала и в студии, занималась репортажной фотографией. Вот, ну, как бы, ну, это просто было понятное дело, что меня без опыта никто бы особо что-то там не взяли. Но я не думала, как бы, совсем документальной фотографии, ну, вот, просто мне нравился сам процесс, вот, я занималась этим, мне нравилось, все было прикольно. А потом я пошла на площадь в 2010 году и попала на сутки, и, получается, мы сидели, там было несколько журналисток. Ну, и, короче, вот, это же вот, ну, в журналистику ты не попадешь совсем уже с улицы, если ты совсем не журфака и так далее. У меня техническое образование, и я, как бы, ну, совершенно к этому всему не принадлежу. Но вот достаточно было того, что, ну, вот, как-то журналистки, с которыми я сидела, они как-то вот постепенно меня втянули, наверное, в эту тусовку. Наверное, потому что любопытство. Ну, тебе всегда интересны там люди, не знаю. Ну, я, например, люблю ездить в общественном транспорте, потому что это возможность посмотреть на людей. Мне вообще, в принципе, не напрягают люди. Я начинала с того, что я разговаривала с людьми от 7 до 15 минут, и сейчас я могу с ними часами разговаривать, потому что, ну, это... Ну, потому что я пока не вытяну вот что-то, что я хочу вытянуть из этого человека, я не могу, потому что, как бы, совершенно вот встречаешься, ты не знаешь, что он тебе расскажет, и хочется, что ты, ну, тут нужно копать, ты вот прощупываешь эту тему, эту, эту. Ты же вообще не знаешь никакого бэкграунда. Ну, иногда знаешь чуть-чуть там хотя бы, ты можешь, там, как Шерлок Холмс, там, посмотреть на какие-то детали и уже что-то тебе говорит. Ну, опять-таки, есть люди, у которых ты вроде бы вот внешне, он такой интересный, а за ним истории как-то не получается. Или у меня просто не получилось найти подход. Мне кажется, истории есть за каждым. Просто, как бы, ты можешь встретить человека не в то время, потому что он может спешить, у него может быть плохое настроение, еще что-нибудь, он тебе может грубо ответить, там, еще что-нибудь, ты можешь показаться ему сумасшедшей. Вот, поэтому тут... Это реально охота. Вот я хожу, и я понимаю, что вот сейчас вот интересный человек, все классно, но вот не то время. Ну, у меня нету никогда цели помешать людям. Или, там, какие-то вскрытия у них, там, какие-то вот такие червоточины. Нет, человек рассказывает, он мне может вообще наврать. Ну, как бы, абсолютно может сочнить любую историю, но это его монолог. Я просто стараюсь меньше, ну, своего, себя, я даю им высказаться, потому что, ну, как бы, эти люди не попадают в новости. То есть я стараюсь брать там каких-то... Даже когда интересный человек, ну, уже где-то промелькался, я уже понимаю, нет, я его брать не буду, ну, потому что, ну, как бы, это уже медийное. И, ну, и потом мои герои становятся героями других публикаций, потому что журналисты, мне кажется, больше всего читают эти истории. Я хотела масштабировать проект «Юмысов Минск» до Беларуси. Ну, то есть мне очень интересно, это очень простой ход, просто снять вот действительность, средь действительности сейчас. Потому что у нас многие хотят, типа, я хочу снимать войну, я хочу там то-то, там, какие-то там, какие-то там крутые. Мне вообще что-то, вообще совершенно не интересно снимать Беларусь. Абсолютно какие-то прозаические, простые вещи. То, что нас окружают, и анализировать их. Может быть, подход не такой прямой использовать, но мне интересна действительность, что нами руководит, почему мы такие, какие мы есть, вот эти вопросы. И мне хотелось бы сделать, вот, типа, есть там такие must-have работы, там, фотодокументалистики, там, мировой, там, The Americans, там, Роберто Франко, то еще что-нибудь, такие глобальные работы, когда исследование людей своего времени, это важно делать. Ну, как бы это будет ценно, там, не сейчас, там, через какие-то годы. Мне хотелось поехать и поснимать людей в Беларуси, и точно так же с ними поговорить, ну, то есть не сделать в той же форме портретов. Я знаю, что я себе рою могилу, потому что у нас мединое такое пространство, оно очень скомканное, это такое маленькое болото, где все друг друга знают. Я прекрасно знаю, какая у меня репутация, но мне все равно. Ну, вот честно, я, наверное, хочу оставаться самой собой, для меня это намного важнее, чем просто быть удобной. Нет, я понимаю, конечно, если бы я была ласковым котиком, на все бы соглашалась, блин, у меня бы там была вот такая вот удобная, классная работа. У меня бы был соцпакет, там, короче, отпуск два раза в год на море, когда надо съездить же, да. Да, ты бы была такая, ой, молодец, ходила бы по светским тусовкам и все остальное. Ну, для меня, наверное, быть честной самой собой и заниматься именно тем, что я хочу, важнее. Поэтому, как бы, ну, я не отвечаю за других людей, почему они, например, некоторые вещи не озвучивают, хотя могли бы. Я отвечаю только за себя. И, ну, если мне какие-то вещи не нравятся, я хочу поднимать эти вопросы, потому что, ну, ребята, как бы, мы их не будем поднимать, ничего никогда не поменяется, никогда. И у нас вообще, в принципе, фото, ну, в журналистике такой год сурка. Одни и те же мероприятия, одни и те же издания их снимают, одни и те же герои, одни и те же ракурсы. Все, ты знаешь, ты идешь на этот чернобыльский шлях, ты знаешь все точки, все, вообще, все происходит. Ты уже здороваешься с участниками, потому что тоже их всех знаешь. Ну, это очень скучно, не знаю, мне всегда было интересно найти какой-то новый подход. Но, возможно, просто раньше у меня не было смелости для того, чтобы прям доказывать редакции, вот прям, ну, нужно иметь, отрастить себе яйца какие-то, чтобы вот доказывать, что вот, а давайте не будем так делать, как все вот каждый год, давайте попробуем свое. И, ну, как бы, это риск тоже какой-то, ну, то есть, там, ну, я стараюсь находить такие моменты, потому что мне очень скучно снимать одно и то же, даже концерты скучно снимать. В редакциях люди вообще не очень понимают, что такое фото-журналистика. Все-таки мы остаемся на том уровне, что мы обслуживающий визуальный персонал. Ну, то есть, мы делаем иллюстрации для текста. Ну, то есть, когда мне прямо говорят, что вот надо вот фоточку разбить текстом. Тут текста много, большой объем, надо разбить фоточкой. Ну, как бы, поэтому я, например, пришла к тому, что я стараюсь вещи, которые для меня важны, вообще никому не отдавать, даже текст не отдавать, самой писать текст. Потому что, ну, я не хочу такого подхода, чтобы кто-то сверстал его материал, и там мои фоточки разбивали текстик. Потому что ты как автор выстраиваешь, у тебя своя драматургия. Ты понимаешь, что вот эти две фотографии должны быть рядом, ну, потому что они работают с друг другом, они уравновешивают друг друга. И когда вот ты потом при верстке так смотришь, думаешь, господи, что вы там на вояле, и пытаешься, типа, он говорит, а ты доказывай нам, что вот они должны быть вместе, что все должно быть так. Я думаю, ну, почему я как автор должна вам что-то доказывать, если, ну, все-таки у меня все-таки есть бэкграунд, я в этом деле уже много лет, я в этом действительно понимаю. Я же, ну, как бы, власть текста не учу писать, хотя иногда очень хочется. Когда ты фрилансер, работа из дома тебя вечно сюда отвлекает, ребенок, там, короче, просто дурдом какой-то вечный, даже если тебе что-то срочно нужно сделать, это достаточно тяжело. Поэтому, конечно, ходить куда-то, если у тебя есть какое-то место, оно, ну, как бы, ты сегментируешь, вот это моя работа, вот это моя жизнь, а так у тебя никогда нету, у тебя всегда что-то общее. Как фрилансер ты не за все отвечаешь, и тебе прямо указывают, например, типа, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Ну, типа, ты там фоточки нам скини, все. Причем ты очень редко можешь повлиять на то, что с ними потом будет. Я просто видела однажды очень-очень некрасивую переписку одного из редакторов с фотографом. Там была сложная тема, и фотограф, ну, как бы, сделал свою выборку и сделал, то есть, как там, ну, то есть, порядок и все остальное. А там, как бы, началось какой-то такой срач в Фейсбуке, и вот она сказала, ты вообще фрилансер, мы тебе вот, типа, получил свои, там, 25 баксов и вали, вот так вот. И я после этого поняла, что вот так я тебя запомнила, я с тобой работать не буду, потому что это очень свинское отношение. Ну, то есть, если вы берете автора, ну, вы должны понимать, ценить его. Если, ну, возьмите-ка, тогда сами снимайте. Ну, как бы, зачем вам человек думающий? Если вам не нужен думающий человек, то прямо и скажите, что нам нужен обслуживающий персонал просто. У меня был какой-то период, я думала, блин, господи, как мне это все надоело, я не хочу экономить, мне надоело это, я хочу ездить в отпуск, я хочу, как все, путешествовать. Эти гады меня, программисты, достали со своими инстаграмами, они там, блин, на мачу-пикчу, а я куда? Ну, я так взвесила, вот, вот ты проживаешь свою жизнь, да, здесь и сейчас, в данный момент времени. И они зарабатывают на то, чтобы отдыхать и вот быть счастливыми, вот в этот период отпуска. Я счастлива в процессе, ну, то есть эта работа делает меня счастливой. Ну, я чувствую себя нужной, мне кажется, что вот я для нее подхожу. Я не хочу зависеть от какой-то редакции, чтобы она мне говорила, а давайте мы сделаем нативочку, и тут, короче, еще вы будете на такой тачечке или там будешь что-нибудь там вот это вот мелькать в кадр. Нет, я хочу быть независимой, ну, то есть мне кажется, честнее, если, ну, у меня есть небольшая группа, ну, как бы, людей, которые читают проекты, истории, им это нравится. Ну, то есть честно, у меня же тексты на английский язык приводят волонтеры. Люди сами предложили свою помощь, то есть я их даже не знаю, потому что им нравится. И, ну, я надеюсь, что просто возможно, ну, ладно, посмотрим, поживем, видим, что есть найти деньги на такой проект с помощью камфаундинга, хотя бы на его реализацию. Мне кажется, это немного честнее, потому что вот у тебя есть потребитель продукта, и он сам принимает решение, это достаточно хороший продукт для того, чтобы я, короче, на это деньги дал или нет. Ну, то есть мне кажется, иногда лучше, вот даже как фрилансер, даже как бедный такой нищеброд, я лучше бесплатно сделаю свою работу и выпущу ее в космос в Facebook, чем, блин, ну, там, отдавать редакции, которые, короче, там будут фотографиями разбавлять текст и ставить заголовок, какие-то там кликбейтные высказывания, вырванные из контекста, которые ничего общего не имеют с героями. Я никогда не думала, это для меня было откровение, что перфекционизм и то, что ты прям очень, ну, ответственно относишься к работе, что это будет проблемой. Вот честно. Просто я знаю, что со мной там многие не любят работать, потому что если я еду в командировку, я впахиваю как Бобик. Ну, в смысле, там, например, написано там в плане, типа, найдите там пять героев. Ну, понятное дело, что они могут быть любыми. Ты там ищешь рандом, первый может там вообще ни А, ни Б, не сказать. Ну, такой, там, второй тоже что-то не так. А я ищу огненных, ну, чтобы реально, ну, это были классные там герои, которые раскрывают тему. Или там, ну, еще что-нибудь. И вот мне приходится бороться с людьми, с которыми я еду, в том, чтобы мы сделали больше, чем, ну, как бы... А они хотят пиво попить. Слушай, блин, ну, классно летом, поехали в командировку на Полесье. Давайте пойдем пиво пить. А я, типа, такая, нет, мы пойдем дальше искать. Солнце еще не село, свет еще есть, давайте снимать. Вот, и мне даже когда... Или там в другом моменте, когда это фоторедактор, я ему звоню, говорю, блин, там, короче, все остановилось, надо пару часов подождать, вот, но тогда будет класс. Она говорит, Даша, ты с ума сошла. Это никто не оценит, что ты там столько времени привела, и больше тебя никто не заплатит. Да, я это знаю. Для меня это не откровение. Ну, мне хочется самой себе, наверное, чтобы вот... Ну, мне самой нравилась моя работа. Ну, надо же тоже понимать перспективы свои. Вот 40 лет, хочу ли я этим заниматься? Прыгать и бегать, и скакать, и ерунду каждый год снимать, вот одно и то же, просто быть ремесленником. Или все-таки я хочу, чтобы после меня остались работы, которые бы, ну, мне нравились, которые бы... Ну, не то, чтобы гордиться, это, наверное, так, прям уже высокопарно. Ну, просто сделать что-то хорошее и интересное. Действительно классные темы какие-то раскрыть и так далее. Ну, потому что... А смысл? Ну, мне кажется, что вот очень много этого такого простого подхода. Мне часто говорят, вот, это... Там не всем нужны проекты. Да, не всем нужны проекты, но не все их могут делать. Ну, как бы, многим, там, они, там, сидят в штате, у них хорошая техника, за которую мне нужно свою зарплату тратить. У них есть и больничные, и отпуска, и все остальное. И им кажется, что им должны придумывать еще и темы. А ты как фрилансер, ну, как бы, ты крутишься в колесе. И, ну, то есть, у тебя нет вот этого вот всего. У меня мои знакомые, у которых были прекрасные, хорошие зарплаты в штате, говорили, деньги не главное даже. Это было очень смешно. Какое издевательство. Я сейчас, когда делаю какие-то истории, ну, или вообще чем-то занимаюсь, мне кажется, ну, я так пребываю в таком заблуждении, не заблуждении, уговариваю себя, что это приносит какую-то пользу. Что это меняет. Ну, то есть, ну, как бы, чьей-то жизнью. Даже вот маленького человека. Вот я там двум человеком работу нашла. Это очень круто, они мне благодарны. Ну, это здорово, что так получилось. Партнеры. Вот вы гребете в одной лодке, вы должны грести в одну сторону. Ну, то есть, друг другу помогать, не тянуть на друг друга одеяло. Потому что никто не круче, как бы, это вот... Мне повезло с человеком, которого я выбрала в жизни, и он меня поддерживает. Там, нет, он не олигарх. Нет, он обычный парень, он там электрик. Я там, в общем... Ну, когда я забеременела, у меня был страх, что все, сейчас я больше не смогу работать, надо, короче, впахивать по полной, потому что потом будет без денег жить, там, тра-та-та-та-та. Я пахала там, как проклятая, до девятого месяца бегала там по всем этим, там, с животом, с камерой, со штативом, по каким-то там митингам и так далее вообще просто. Ну, потому что мне казалось, что все, я уже ребенка, и жизнь моя закончится на определенное время. Ну, и у многих так заканчивается. Вопрос, как ты себя поставишь. Ну, мне, на самом деле, очень повезло с людьми, которые меня окружали, потому что в этом деле нужна поддержка. Потому что, если у тебя нет примеров, тогда как-то вокруг меня не было примеров, ну, работающих женщин, журналистов с детьми. Через неделю после выписки из роддома, он говорит, Даша, у нас кто-то врал, короче, там, Слава заболел, там, еще что-нибудь. Ты сможешь поснимать? А я же такая, типа, фарочка-выручалочка. Я говорю, да, конечно, типа, едем семейным подрядом. Костя там, сколько ему там месяца не было в машине, стажирное молоко у него, папа там сидит, и мы идем на суд, который, конечно же, задерживают. Там, короче, выйти нельзя, а у меня там уже просто, ну, в общем, есть там всякие штуки. Короче, закончилась все моя температура и лактостазом. Но, тем не менее, я поняла, что я могу это сделать. Рождение ребенка дало силы и уверенность в себе. Потому что раньше я не была такой уверенной в себе, я таких вещей не писала и все остальное. И как-то вот идеи, которые у меня были, они были всегда. Но я просто не, ну, короче, такая, типа, ну, я там скажу что-нибудь, а давайте так. Мне скажут, а давайте не будем. Ну, я такая, ну, окей, хорошо. А потом я стала, типа, такая, ну ладно? Я говорю, нет, мы будем делать так и так. И я так сделаю. Мне говорят, ну, не получится. Я говорю, так, дайте мне попробовать. И вот я начала это делать. Потому что ты понимаешь, что ты ограничен во времени. Твоё, во-первых, время стоит денег. Стоит денег няня. И поэтому я там не поеду на целый день непонятно чем заниматься. Я хочу ехать и понимать, чем я занимаюсь. Что я делаю. Ну, то есть, чтобы мне было интересно, чтобы эта овчинка стоила выделки. Продолжение следует...